Сильнейшие спортсмены из 24 государств приехали в Ханты-Мансийск. Стартовал чемпионат мира по бильярду. 85 мужчин и 24 женщины – претенденты на победу и крупный призовой фонд. Александра Осипова побывала на турнире. Призовой фонд турнира составляет 2 миллиона 500 тысяч рублей. Эту сумму между собой разделят 16 мужчин и 8 женщин. Правда, мужскому составу, в отличие от прекрасной половины, будет тяжелее. После первой проигранной партии участник сразу вылетает из сетки турнира. 12 столов и по каждой сторону зала напряженная борьба. Ян Григорьев из сборной Беларуси занимается бильярдом 15 лет. За призовым местом в окружную столицу приехал во второй раз. До этого мировой турнир проходил в Ханты-Мансийске в 2014 году. 26-летний спортсмен сравнивает бильярд с шахматами в движении. Тоже интеллектуальная игра, развивающая мышление и концентрацию, требующая крепких нервов. Правда, все же сложнее из-за техники. Готовишься, в первую очередь, психологически. Сейчас в бильярде очень сильно решает психологию. Потому что забивают все одинаково, тренируются все одинаково. Кто-то талантливее, кто-то больше тренируется, кто-то меньше. Но уже на первый план выходит психология. Кто сильнее психологически, тот чаще побеждает. В бильярдном спорте надо иметь талант и трудолюбие. У югорчанки Натальи Корневой большой опыт. Она неоднократная призерка чемпионатов мира и Европы. Не только выступает, но и тренирует юниорскую сборную России. В первый же день соревнований по итогам двух партий Наталья обыграла соперницу из Эстонии со счетом 4-1. И тем самым продвигается выше в турнирной сетке. Первая встреча, как всегда, тяжелая. Тем более, если это чемпионаты мира, то это новые столы, новое сукно. Сукно очень скользкое. Отскок непредсказуемый, непонятный. Это видно, в принципе, по тому, как долго играют сейчас. Первый день всегда там. Очень тяжело. На каждый шар очень много уходит энергии, затрат колоссальный. Не понимаешь пока, куда бьешь, потому что шары ведут себя так, как им нравится. Но, тем не менее, справилась. Соперница менее теклованная, менее опытная. Поэтому я более-менее быстро к четвертой партии, к третьей, четвертой уже поняла, как скручивать шары с руки. Комбинированная пирамида отличается от свободной тем, что игра ведется одним шаром или по-другому битком. На соревнования заявлены сильнейшие игроки из 24 стран мира. Поэтому предсказать исход сложно. Сегодня в бильярдном спорте заметно растет конкуренция. И хоть российская сборная в числе фаворитов по составу и качеству игроков, сами спортсмены отмечают, что особенно тяжело бороться будет с командами Белоруссии и Украины. Сегодня во второй соревновательный день честь страны и округа отстаивают 9 югорчан, 3 девушки и 6 мужчин.